Не следует поддаваться ажиотажу, поскольку эти перерасчеты будут произведены в любом случае. Никаких правовых последствий негативных для абонентов не возникнет ввиду этого. Поэтому информацию просим передавать по реквизитам предприятия, указанных в платежных квитанциях, в целях правильного начисления в дальнейшем. Данные более чем на 130 тысяч абонентов, как в электронном, так и в бумажном виде, вывезены за пределы офиса и находятся в распоряжении ООО «Сочи-Водоканал». Поэтому МУП «Водоканал» сейчас приходится корректировать сведения в квитанциях за сентябрь и собирать сведения о состоянии лицевых счетов абонентов. То, что показания в платежках могут не соответствовать реальным показаниям счетчика, руководство предприятия не отрицает. Производить расчеты по действующим нормативам мера вынужденная. Хотя именно это и вызвало ажиотаж среди абонентов. С утра понедельника сочинцы буквально атаковали офисы «Водоканала». На предприятии к такому сценарию были готовы. Все специалисты переориентированы на прием абонентов. Работу центров оказания услуг в Сочи и в Адлере продлили до 19 часов, причем без перерыва. Здесь абоненты предоставляют показания приборов учета по состоянию на 1 сентября. Сведения включают в базу данных и тут же выдают горожанам скорректированный счет, которые, к слову, можно оплатить как в кассе предприятия, так и в отделениях Сбербанка, а также с помощью сервисов онлайн-платежей. Связь с абонентами здесь держат и по телефону, принимают сообщения и по электронной почте. То есть острой необходимости выстраиваться в очереди сегодня нет. При передаче показаний приборов учета абонентам будут произведены перерасчеты с учетом объемов потребления. У нас в ближайший месяц расчеты приведутся в соответствие. В октябре мы будем выставлять уже откорректированные квитанции, поэтому, в принципе, конечно, просим жителей не затягивать с предоставлением нам данных, но и подвергаться, опять повторюсь, наверное, вот этому ашетажу и панике тоже не стоит.